приветствую вас мои друзья и гости канала добрый 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 вечер и сегодня у нас 3 декабря а это значит настало время вечерних новостей и про что же мы сегодня с вами поговорим сегодня опять снимаем без наушника потому что блин потому что ленюсь их доставать и шорканье меня раздражает просто хочу проверить как все-таки работает шумоизоляция в данном автомобиле и секундочку 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 секунду 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 и мы сейчас с вами продолжим мы сейчас с вами продолжим алло здрасте сделать и чербет пожалуйста в общем едем сейчас зайдем еще на автомойку помоем автомобиль потому что сегодня то дождик был то дождичка не было и давайте все таки начнем главных новостей ну как с главных насти спортивных сочи пройдет женский хоккейный турнир шести наций уже конечно смешно но знаете да нет шучу я конечно ничего не смешно потому что как показала практика почему-то наши девушки играют лучше и волейбол и футбол и наверное в хоккей сыграет еще лучше почему-то у девчонок у нас появилась такая искра божьего гнева даже у нас на церемонии награждения за прошлый месяц было приятно что у нас одна девочка которая всего лишь три месяца отработала в компании и она всех мужиков оставил позади и в этот раз у нее стоит сам большой план на декабрь месяц 3 месяца отработала это восходящая звезда главное чтобы она не зазвездилась и главное чтобы она потом куда-нибудь не уволилась не убежала так далее потому что ну реально хорошая и конечно глаза особо сильно не видел но результат ее впечатляет сколько сделок 6 дел но я считаю для девушки 6 делок за месяц это реально круто ну согласитесь пацаны 6 делок это круто реально ладно давайте перейдем к следующим новостям новый театр в сочи предлагает современное прочтение русской классики уже страшно наверное там добавить мат матершины мат матершины нет неправильно по русски добавят то что не знаешь что и посмотрим что получится в сочи на mercedes упало дерево да ребят бывает падают деревья и поэтому когда я себе в этот раз дело страховку на автомобиль я учел все если дерево упало если например не знаю там даже того что там например пролетал страус да не дай бог и ну на опорожнился да и что если большая лепеха от страуса упадешь чтобы все равно у меня была возможность обратиться по страховке по каско опять же специально от наводнений взял от всевозможных аномалий что было такое что если вдруг нечаянно упало дерево а в сочи дерево может упасть у нас иногда такие ветра бывают аж офигеешь просто этих ветров соответственно как хочется чтобы все-таки ты остался с отремонтированной машиной ну в общем у mercedes жалко вот мерседес реально классно это никакой там а класс б класс это хороший классный mercedes дальше сочинскому уже застройщикам почти в два раза ужесточили наказание после апелляции прокуратура в общем был суд и вынесли четыре года ну четыре года там как бы все но про кого-то ругать нифига себе столько человек кинули столько человек обманули идите вы все в одно место и в общем дали 9 9 лет и 6 месяцев ну в общем когда вот сейчас такие вот нас громыхают сроки я думаю что в конце концов наверное задумаются задумаются некоторые застройщики при тема кинуть кого-либо чтобы хотя знаете здесь большинство тоже тут больше не кидает а больше получается такие через эти мутные бюрократические схемы вот тоже сейчас один застройщик общался и выяснил что оказывается это один его объект там ну хороший объект там аквамарин и на донской синенький красивый все и он нормально к порядочным будет блин макс задолбали меня тот власть минц то еще что уже все сделал и начинается то одно то другое конечно там на мне это эксперименты проводят но все таки его сдам потому что настроился идеально его сдам ну я ему верю потому что видно что старался в дом сделал очень даже хорошо сделать домик офигенно но 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 есть такие небольшие моменты которые которые в свою очередь ну тормозят 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 еще раз тормозят кстати сегодня опять мне не дали ответ по жилому комплексу который у нас построился в адлере который якобы в кавычках сдан и где пиарят до сих пор не могут предоставить мне полноценно все документы на землю не могут предоставить мне решение суда так далее поэтому ребят я видеоролик пока не буду выкладывать точнее уже удалил даже еще потому что я как бы дал информацию как бы я очень хорошо отозвался объекте меня наши юристы притормозили и вот пока не дают нам добро потому что еще повторюсь не все что с документами значит можно брать более подробно я сегодня аж 45 минут потратил на все это объяснял что такое хорошо чтобы плохо поэтому смотрите мой предыдущий видеоролик я для вас очень сильно сильно постарался в общем записал после того видеоролика вы поймете что такое квартирник что такое псевдо квартирник штуков фазе 14 что такое просто фазе что такое жилое помещение что такое танхаус какие виды танхауса бывает какая под ними земля бывает в общем сегодня проживал вам ну как бы не знаю больше на эту тему снимать ничего не буду в общем в сочи опять зальет вот сочи опять зальет дождями еще и будет гололедица мне уже как-то страшно стало в общем в гололедицу я возьму у нади кашкай и будет передвигаться на кашкай не буду я в гололедицу передвигаться на данном автомобиле и в общем будет и туман и все три удовольствия в общем как максим собирается ехать на рубалку то обязательно какая-то попа происходит краснодарский судья уволился из оскорбления участницы процесса я думаю я увольнялся после каждого в оскорблении которые иногда ну как бы могу услышать да ну как бы я не могу напрямую слух там чем прочитать там комментариях либо еще уже давно бы уволился какая стеки судья оскорбили ну и что блин в нем папа вся было так ну блин но обиделся ты на человека дали на тебя что-то обиделся ну что сделать но беди врут говна да примем в рожу ну если что-то пошло но здесь также ну блин обиделись нашли блин судья до в обижалке самая главная новость наверно теперь слушаем ты на этой неделе горнолыжный сезон сочи стартует 6 декабря начинается а в прошлом году начался только 22 декабря ребят представляете а в этот раз вы уже можете приехать и в субботу покататься в свое удовольствие на лучшем горнолыжном курорте в мире да 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 именно у нас сочи на красополянем две сочинские пещеры вошли в топ-10 по мнению туристов ну не знаю на это этом что подкрутили не будем озвучивать пещеры если честно из пещерах часто лазил и пока мне пещер больше всего нравится это на кубе мы были такой там пещеры там хоть там даже вода была даже мы там как-то купались тогда говоря прям холодно все то что я здесь был в пещерах там и в абхазии и сочи но особо сильно не впечатляет но раз уж туристы не были на кубе не дали типик этих пещер то пускай будут ученские пещеры в топ-10 я лишь не против краснадцатом крае ищет 15-летнюю девушку которая пропала прикольно дальше дальше сочи стартует опрос по опрос населения по созданию пгт догомыс задолбали то я понимаю что что мы там не делали все равно как сверху решат так все и будет как царь скажет так будет ну и все ну и в общем из последних новостей спортивных сочи съехались ребят порядка 150 юных борцов из различных уголков российской федерации все круто все ребят на этом принципе все новости ну а если продолжить дальше как вы любите да уж не любите как все новости быстро заканчивается давайте продолжим в сочи погода не очень хорошая уже в принципе на улице никто не купается это факт сегодня прошла сложная сделка где соответственно вмешивались в эту сделку четыре человека четыре разных агентства и коломейцев максим одержал победу в общем как бы так при том максим изначально все сделал договорился в общем выдал самую лучшую условие для клиента и потом риэлтора другие которые которые ну как бы к себе притянули лид магнитами до всевозможными лжеобъявлениями потом когда начинали этого в общем пытались пытались воевать и продавцу в том числе угрожать и в общем ну бывают такие риэлтор дать это такое не получилось тебя и начинает там название к 1 часов вечера вот то вот все и так далее в общем уважаемые риэлтора вы конечно меня извините но клиент раз выбрал поработать самой тем более вы данный объект узнали то своего обзора и пришли туда после того как вам клиент скинул на первое а второе я смог добиться таких условий которые даже вы близко не смогли выбить для своего клиента как бы я смог договориться поэтому то что у вас тут не получилось встречи работа на ошибке потому что на чужом горбу в рай не влезешь ну ничего не сделали там не встретились с клиентом не не там не показали ничего и так далее потом уже что-то хотели как вы перетянуть такой не бывает бывает очень редко когда клиент какой-нибудь из жалости идет вам на встречку в этом панели что у вас нет возможности как бы не за это зарабатывать и так далее некоторые идут мне просто были клиенты которые срывались потому что вот максим будет хорошего успешной но я возьму вот у костика потому что мне его жалко он переехал в сочи ему надо кормить семью и вот он мне так вот он мне вчера ночью вот сказал и вот я этот же объект который мы с вами выбрали возьму через него потому что мне его жалко ну понимаете ну не все же у нас жалеет да вот этих вот людей как сказать неуспешных которые говорю которых пальца палец не ударили и хотят что-то что-то в любом случае сделка себе прошла через нотариус все отлично тонхаус продан самый лучший тонхаус который был мне безумно сильно нравился если бы этот тонхаус бы не ушел в догомыси сегодня то скорее всего я бы постарался бы до нового года продать квартиру в квадро и добавить немножечко денег и соответственно свою очередь приобрести на родительный тонхаус 200 метров ушел за хорошие деньги за классные деньги ушел с хорошей скидкой со скидкой примерно примерно 40 процентов в общем так теперь по поводу предложений до горячих ребят горячие предложения бывает только в тонхаусах бывает горячие предложения только в домах частных так далее по квартирам таковые частным ну как бы как предложение к то что вы ищете там за 2 миллиона рублей не бывает потому что ну никто здесь не торопится спокойно работает и если например кому-то что загорелось там в одном месте то это обычно квартиры такие большие например даже та же самая квартира которая в парке горького сейчас решается просто хотели купить в ботеку в ботеку не хотят отдавать такую гостиру за 27 миллионов рублей но и соответственно сейчас идет вопросы по оплате поэтому горячие предложения уходит в течение двух-трех дней на максимум неделя и горячие предложения не бывает сегменте 234 миллиона рублей потому что в этом сегменте обычно горячие предложения выкупает сами же риэлторы себе и потом эти же предложения перепродают просто чтобы вы имели ввиду некоторые обращаются ко мне там полтора миллиона если будет горячих предложений там у меня два миллиона двести тысяч максимум если вы горячих положений нет ребят в этом сегменте горячих предложений не бывает от слова совсем горячие предложения уходит среди своих уходит среди соседей и так далее просто раз хоп соседы готовы взять горячие предложения купить сразу говорю в В Сочи не живут нищеброды, если вы нафантазировались, вы думаете, что вы можете купить квартиру за 2,5 миллиона рублей, ну, в срочную продажу, а в Сочи живут там одни немощные люди, у которых нет возможности тоже купить квартиру за 2,5 миллиона рублей, то вы ошибаетесь. В Сочи очень много людей, у которых есть живые деньги и которые по одному звонку готовы приобрести тот или иной объект, в легкую, по одному звонку. Опять же, то же самое это касается и директоров агентств недвижимости, если вдруг какое-то срочное предложение, даже сейчас разговаривали там про это такой Марин, да, он тоже, Макс, ну ты же там сверишь, да, я говорю, да, слушай, ну если бы там будет чем-то горячее предложение какое-нибудь хорошее до 10 миллионов рублей, то есть еще сразу мне взглякнем, я сразу это заберу, понимаете, ребят, до 10 миллионов рублей горячее предложение готово сразу же брать. И там не будет такого, что там будут проверять, там будут брать ипотеку, либо еще что-нибудь, просто возьмут и купят здесь и сейчас. Поэтому бывает предложение чуть ниже рынка, да, и бывает предложение иногда на дома. У меня есть сейчас 6 домов с офигенным предложением, которые идут ниже рынка, там в 2-3 раза. Такие дома вот имеются, можете обращаться с большим удовольствием, покажу. Но опять же, дома начинаются в сегменте от 17 миллионов рублей. Короче, те дома, которые стоят 23 миллиона рублей, можно взять за 17. Те дома, которые стоят 35 миллионов рублей, можно купить за 25 миллионов рублей. Те дома, которые стоят 25 миллионов рублей, можно купить за 18. Такие. Если вдруг кто-то ищет горячее предложение дома за 5 миллионов рублей, такого точно не бывает Горячее предложение земли, таких вариантов тоже не бывает, потому что земля расходится обычно среди своих И, например, в приоритете у каждого застройщика лучше взять землю, чем взять, например, квартиру Потому что понимаешь, что земля, она всегда будет в тренде, она всегда будет расти в цене И на землю всегда будет спрос В крайнем случае он что-нибудь там сам себе построит и продаст Ну, как бы так, ребята Ну, все, сегодня закончили, я сегодня молодец, я сегодня пробежался, поэтому пробежался очень даже хорошо Преодолел я сегодня час бегом на эллипсоиде, в это время смотрел опять КВН Хоть немножко поднял себе настроение, да, в принципе, и так настроение было хорошее И в целом, в целом, в целом все А теперь, ребята, вам всем хорошее настроение, вам всем побольше позитива, вам всем побольше добра И, конечно же, конечно же, пашем, упахиваемся, чтобы своим родным и близким можно было сделать хорошие подарки Я до сих пор подарки еще не купил никому из родных И, соответственно, чтобы могли порадовать себя самого А теперь всем спокойной ночи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok